Андрей Андреевич, давайте вот с чего начнем. Вы знаете, сегодня издание Reuters пишет о том, что Россия готова к мирным переговорам, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на четыре российских источника. Москва готова продолжить военную операцию в случае, если Киев и Запад не отреагируют, сообщает агентство. С чего вдруг появляется сообщение о том, что Путину очень срочно нужны переговоры и фиксация по границам, которые ему удалось оккупировать? Ну, это же понятно. Он понял, что он проиграл войну. Мы с вами подробно разговаривали об этом уже в последней передаче. Единственный инструмент его в войне не только с Украиной, он же замахнулся на мировое господство. Мы же помним этот ультиматум 18 странам НАТО, собирайте монады, собирайтесь вон. И инструмент, которым он рассчитывал добиться победы, это ядерный шантаж. Вот ядерный шантаж закончился. Он закончился после всего ряда впечатляющих акций Макрона. Но вот это, после этого произошла еще так называемая Рейгеновская революция в американском конгрессе. Мы с вами первыми среди украинцев выучили три фамилии. Вы помните? Это Макко, Роджус и Тонер. И это беспрерывно, как маньяк, повторял их начиная с января. И вот эти замечательные люди, три республиканских мушкетера, они произвели переворот республиканской партии, прекратили вот этот бойкот Украины, инициированный путинскими агентами через окружение Трампа. И стало понятно, что никто Путина не боится. И, вероятно, что над ним смеются. Прекрасные были сцены в литовском парламенте на днях, когда парламент принял резолюцию, разрешающую отправку литовских военнослужащих в Украину. И в ответ на возражение, а как же, а не опасно ли, литовский премьер-министр ответил, что ну что же, мы же не можем реагировать на каждое предупреждение. Он каждую неделю себе обещает кого-нибудь уничтожить ядерным мороженем. То есть, шантаж превратился в посмешище. И Путин вернулся к тому своему историческому признанию, которое я неоднократно цитирую, в том числе и в ваших передачах, на пресс-конференции с Макроном 8 февраля 1922 года, за две недели до начала войны. Он сказал тогда, упоенный своим инструментом ядерным жена, да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО. Ну вот он теперь к этому и вернулся. Шантажа нет, остался конвенциональный уровень, на нем он уступает НАТО. И сейчас он заорал, давайте, давайте прекращать войну, сохранять человеческие жизни, только оставьте за мной захваченную Украину. Естественно, что никто на это не согласится. Хотелось бы верить, Андрей Ильич, хотелось бы верить, потому что вдруг могут возникнуть шальные мысли, я не знаю, западных лидеров о том, что вот он этот момент, он настал, нам нужно прекращать эту войну, давайте договариваться. Слушай, вы видите, что творится здесь в западных лидерах. Вчера и позавчера были замечательные сцены в Конгрессе. 22 мая появился новый яркий харизматический лидер у этого рейнгенского крыла республиканской партии. Я бы сказал, про украинское двухпартийное большинство появился лидер МакКок. Мы видели, как он таскал, как щенка несчастного Блинкина. В общем-то, Блинкин и не сопротивлялся. Он тоже был против с самого начала вот этих ограничений, навязанных Салливаном. И что Глава МакКо назвал лично вот этого предателя Салливана. Почему, говорит Салливан, его администрация запрещает удары по-российскому? Он прекрасно демонстрировал на картах для самых тупых, что вот русский самолет в воздушном пространстве над Белгородом, он направляет планирующие бомбы, уничтожающие кварталы харьковых городов, а Украина не имеет права ответить. Все, этот бред уже закончился. Вы можете послать сейчас Салливана, так же, как его послали, когда он приехал, требуя прекратить удары по нефтеперерабатывающему, послать его по адресу русского корабля. И никто уже в Вашингтоне не возразит. Сейчас совершенно другой настрой в Европе. И Путин сам, самое главное, главное уже не в том, что никто не боится путинского чужа, уже Путин в него не верит, и он прибегает к совершенно другим методам. Он сейчас занят вопросом не как выиграть войну, он понял, что он и проиграл, он занят вопросом, как сохранить власть, потерпевшие поражение в стране, а сохранить власть, сохранить жизнь. И у него два пути. С одной стороны, вот он прибегает к такой контент, вы видите такой нарратив в Москве, долгая война, долгая война. Вот оттянуть это поражение. А второе, если ему удастся, значит, корейский вариант, он сегодня предлагает, давайте остановимся, зафиксируем линию раздела. Он в безнадежном положении сейчас. Андрей Андреевич, как вы считаете, Байден согласится на то, что ВСУ смогут использовать американское оружие для нанесения ударов по суверенной территории Украины? Я еще раз повторяю, мой совет украинским военным наносить эти удары. Без консультаций? Без консультаций, потому что уже Блинкин четко показал на этих слушаниях, что он за... И он направил специальный меморандум. Кто защищает еще Байдена? Без консультаций, конечно. Да, я на самом деле, я тоже так считаю, но... Нет, нет, настроение... Возможно... Сейчас другие совершенно настроения в Вашингтоне. Там один человек... Байден был последний человек в мире, который верил в пузинский шантаж. Потому что он изолирован от мира своим окружением. Это внушал ему Соливан. Соливану никогда не верил в шантаж. Соливан на работе. Он предатель, который запугивал Байдена и американский народ. Давайте ни в коем случае надо избежать Третьей мировой ядерной войны. Блестяще все рассказал Маккол. А на следующий день того же Блинкина, в общем, как Тузика таскал, другой уже в Сенате, сенатор Круз, по ближневосточной политике Байдена. Нет. Произошла концептуальная революция. Сначала во Франции. Надо отдать им должное. Теперь в Соединенные Штаты. Идут два напряженных соперничества. Во-первых, между Парижем и Вашингтоном за право быть лидером свободного мира. А во-вторых, внутри Вашингтона, между демократами и республиканцами. Кто лучший защитник? Кто лучший защитник Украины? Кто лучший защитник Израиля? Совершенно другая политическая атмосфера на Западе. Андрей Андреевич, я так понимаю, это финальный вопрос по этой теме. Я так понимаю, что, ну, по крайней мере, умные люди говорят, что Салливан пытается убедить Байдена не давать зеленый свет на использование оружия, а Блинкин вовсю пытается как раз переубедить, что это необходимо. После визита. Да, да, это так. Но гораздо важнее, что в этом убеждено. Я по цифрам. Вот я уже цитировал проукраинское двухпартийное большинство. В Сенате это 80 против 20, то есть среди республиканцев 30-20. И в параде представителей это что-то так, 380 против 60. В этой обстановке с Салливаном невозможно спекулировать своим влиянием на дедушку и идти в мнение большинства американского политического класса и большинства американского народа тоже. Сегодня, наряду с этим всем, издание «Фокус» пишет, что Путин очень жестко отреагирует на, собственно, ну, ответит, если Запад разрешит Украине бить по территории России. А я спрашиваю, а как он жестко может отреагировать? Что Путин может сделать еще? А нам объясняла Захарова, она в таком полупьяном состоянии, сваливаясь с грудью на припитах, кричала, страшно будет возмездие, страшно. Когда ее попросили, она сказала, мы будем убивать французских военнослужащих, мы будем убивать британских военнослужащих, мы будем бить по всем объектам Великобритании на территории Украины. Ну, да, французские и британские летчики, когда она появится, они приедут туда воевать, они понимают, что их будут убивать. Чем она решила напугать ежа голой задницей? Нет ничего, все, кончились пужалки. Запад 10 лет отступал под этим демагогией. И что показательно, Путин продемонстрировал, что он не шахит, он просто рациональный питерский бандит. Понимаете, вот он понял, что его шантаж провалился. Что нужно делать? Ну, или застрелиться, или действительно отдать приказ о ядерном взрыве безмерно. Нет, он занят очень практическим вопросом, он занят сохранением власти. Посмотрите, какую дикую чистку, как повторялись в Сталинске в 1937 году, он устраивает в армии. Зачем? Две причины. Первая, ему надо назвать, поражение уже будет очевидно всем, ему надо назвать кого-то виновным, кого-то чудовищно виновного в поражении. Вот он называет, виновная армия, они все воры-изменники. Это первая причина чистки. А вторая, он просто пытается не терроризировать. Это было понятно. Первые дни он арестовывал таких кабинетных генералов, коррупционеров, а уже на третий день он перешел к боевым генералам, арестованы два командующих армиями, Попов и Ахмедов. Вторая его задача нейтрализовать потенциальных и ярких фигур, способных на сопротивление, которые не будут, как в свое время Тухачевские и Киры, ожидать, когда следовательные КВД придут в высоких метрах и истории. То есть он делает рациональные шаги по сохранению своей власти. Он уже задним часом как бы опровергает все свои угрозы. А я это повторял пять лет. Одно и то же, что три причины Пианковского уже все выучили, почему Путин не использует ее. Потому что это не решит ни одной задачи в войне. Ну, предположим, он уничтожит один украинский город, что изменится, остановится война. Вторая причина, что он будет за это наказан. Об этом ему очень четко сказал Макрон. Короткая фраза у Франции тоже есть ядерное оружие. То есть он будет просто убит. А третье, что у него просто нет ядерной кнопки. Это метафора. Применение ядерного оружия – это сложный процесс, требующий вовлеченности двух десятков офицеров, генерального штаба, родов войск. И если даже предположить, что Путин безумен, 20 человек не могут одновременно сойти с ума. Все. Это поняли все в мире. Все в мире. И он лопнул, как тухлый пузырь. Больше у него никаких карт нет. На конвенциональном уровне мы уступаем на Путин, Владимир Владимирович. 8 февраля 2022 года. Из этого сейчас исходят все военные аналитики мира. Андрей Андреевич, хочу еще две темы с вами обсудить. Я думаю, мы успеем. Речь идет об Израиле и Китае и Тайване. Вот Израиль. Смотрите. Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить боевые действия в Рафахе на юге сектора Газа. Это первое. И второе. Мы помним ордер от господина Карима Хана, представителя Международного уголовного суда, и соответствующую реакцию от Нетаньяху, от его кабинета, от Соединенных Штатов Америки. Как вы считаете, к чему это все идет? Что происходит? Ну, происходит, прежде всего, в Вашингтоне. Мы столько раз говорили с вами подробно о предательстве Байденской ситуации по отношению к Украине. Предательство по отношению к Израилу еще более масштабно. Байден находится под влиянием вот этой леволиберального крыла своей демократической партии, так называемых прогрессивистов, для которых вопрос поддержки палестинских террористов является таким идеологическим вопросом веры. Они организуют демонстрации в университетах. Это очень активно, но это меньшинство, явное меньшинство американского народа. И вот, я думаю, в Израиле все видели вчерашнюю. Я остановился на том, как Маккол терзал несчастного Блинкина. На следующий день еще жестче с ним обошелся сенатор Круз, который пункт за пунктом показал, в общем, предательский характер политики Байдена. И эта поддержка сейчас тоже будет двухпартийной. И выдохновленная эта поддержка, я думаю, Израиль пошлет и международный суд, и все прогрессивные общественности, масса стран, признающих сейчас Израиль, по тому же адрес русского корабля. Очень нравится мне жилье атмосфера в Башингтоне. Давно я не испытывал такого эмоционального творческого подъема. Наконец, наши слова и пожелания начали воплощаться. Да, хочется верить, Андрей Андреевич. Но как вы думаете, с чем связана вот такая политика международного уголовного суда? Это ведь не просто так. Не просто так вот это заседание, что мы против проведения этой операции. Не просто так ордер. Тем более, там обвинения очень серьезные в военных преступлениях. Я напомню, что Путина обвиняют в похищении украинских детей. Конечно же, по делу. Но нет речи о военных преступлениях. Нет Аньяху, министру обороны. Вот, пожалуйста. Ну, это и диалоги, вот эта леволиберальная идеология охватила очень многие круги интеллигенции. Ну, вот так называемые прогрессивисты, они исходят из идеи вины. Вины американского империализма, вины Запада в преступлениях против чечства. Поэтому они же и против, вот казалось бы, а почему они против поддержки Украины? Не так яростно, как против поддержки Израиля. Ну, казалось бы, хорошо. Там вина перед колониальными народами. И вот палестинцы для них такой символ современного колониализма. Я не пытаюсь, не буду сейчас оспаривать этот георгий текст, но это так. Но почему, чем виновна Украина, что Россия, жертвы к войне нет? Потому что их идея вины Запада, она трансформируется в понимание, что любая война Запада всегда, всегда несправедлива. И вот если Украину поддерживают Запад, Украина заявляет о своей приверенности западным ценностям, то для них это чужая страна. Поэтому вот я говорю в последнее время, что я перестану интересоваться американскими выборами, потому что два фактора. Во-первых, сейчас образовалось такое двухпартийное большинство проукраинское, что независимо от того. И оно сохранится в следующем Конгрессе. И никакой президент, кто бы не пришел в Белый дом, он будет вынужден с ним считаться. Как сейчас считается с Трампом. Трамп ведь заткнулся. Но обратите внимание, Трамп заткнулся по украинскому вопросу. Он уже не пощает вот этих своих ближайших сторонников, которые блокировали Конгресс. Потому что ему надо выбираться. Ему нужны республиканские голоса. А второе, я полагаю, что в этой ситуации, когда видите, Путин сейчас, собственно, на коленях просит мира, ему мира никто не даст. В этой ситуации вопрос будет решен радикально до 21 января 2025 года, до того, как новый человек придет в Белый дом, кто бы это ни пришел. И в последнее время все больше начинает думать, да, Трамп ужасен, он безграмотен, чудовищен, но не менее ужасен и Пайден. Трамп менее опасен тем, что вот Трамп, вот случится, что же завтра с Трампом, его посадят в тюрьму или сердечко у него смотри, все, и трампизм закончится. Это девиация одного человека, у которого есть громадное число безумных фанатов среди американского быдова. А вот Байден, это опасно, за ним вот это прогрессивистское крыло. Вы же видите, что вся большая американская пресса, она антиукраинская. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пол с политиками, когда они что-то хорошее писали в Украине, всегда они пишут всевозможные гадости. Вот это прогрессивисты, они владели всей американской прессой. Это очень опасное массовое явление. И вот Байден притащил бы в Белый дом снова еще на четыре года всю эту прогрессивистскую сволочь. Поэтому историки будут отмечать как невероятный случай борьбы между двумя очень плохими кандидатами на пост президента. Андрей Андреевич, это правда, что Ники Хейли призывает поддержать Трампа на выборах? Да. Хорошо, что вы мне напомнили, это очень важный элемент. Ники Хейли сказала, она повторила то, что я только сейчас скажу. Она сказала, что у нее очень серьезные разногласия с Трампом, но Байден просто ужасен, она не будет голосовать. Мне кажется, и я кое-что понимаю из разговора о Вашингтоне, что вот эта часть определенного договоренности вот этого Регановской крыла партии, ведь Ники Хейли и у нее идеологический профайл полностью совпадает вот с этой замечательной тройкой республиканской председателей Роджерса, Торнера и Маккола. Я думаю, что это часть общей договоренности от четверки Маккола, Роджерса, Торнера и Ники Хейли с Трампом, в том, что они, ведь эта же тройка, они разгромили трампистов, но они не выступали против Трампа как кандидата президента, они не хотят раскрабывать республиканскую партию и помогать Байдену призвать. Они пошли по более разумному пути. Они нейтрализовали антиукраинские и пропутинские инстинкты Трампа. Еще Трампу было предложено, мы тебя поддерживаем, но ты заткнешься по Украине. И вот я думаю, что вот это согласие Ники Хейли это часть, часть такой, если хотите, большой сделки Роджерсской крыла республиканской партии с Трампом. Есть даже вообще такие фантастические, звучащие на сегодняшний день, но я не случаю, это полностью предположение, что для того, чтобы инструтизировать эту сделку и получить какие-то гарантии, Роджерс, обсуждая с Трампом, возможность на движение Ники Хейли вице-президентом Соединенных Штатов. Тогда как бы образуется такой тандем, в котором Ники Хейли становится таким украинским вице-президентом Трампа, ответственным за украинскую политику. В любом случае, это позитивная тенденция. Все, что происходит сейчас в Вашингтоне, напоминает мне то, что происходило несколько месяцев назад в Париже. Сегодня издание Bloomberg сообщает о том, что Джо Байден, вероятно, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии, и вместо этого саммита, а он, я напомню, пройдет 15-16 июня, американский президент собирается посетить Лос-Анджелес, где пройдет сбор средств на его предвыборную кампанию, сообщает агентство. Ну, я все понимаю, у человека там впереди выборы, но это тоже очень важное событие. Камала Харрис якобы тоже не будет присутствовать. Как вы думаете, кто может от американской стороны там быть? Ну, тот же самый Блинкинг, куда ему деться. А, кстати, да, вот да, да, да. Интересно, да. Слушайте, ну вот вы как можете оценить вот это предстоящее событие? Вы знаете, оно важное дипломатическое, но я бы не преувеличиваю его. Я жду реализации другого события, реализации доктрины Макрона, появления в небе Украины натовских самолетов. Это уже решит вопрос тщательно. Понимаете, вот американцы на наших глазах ликвидировали две американцы, то есть Байденская администрация, запуганная шантажом, в которой решающую роль играет, что путинский агент Селиван, тем не менее, она вынуждена была стереть две красные линии. Первая – это дальности 300 километров, и вторая, подчеркиваю, эта линия фактически стерта. Украинцы должны это просто зафиксировать своими действиями. Решение наносить удары американским оружием по всей территории России. Остался последняя красная линия, последняя, дурацкая, что за штурвалами западных самолетов в небе Украины должны быть исключительно украинские лёточки. Нет у нас столько украинских лёточек. Нам нужно 200 самолетов, и нам нужны адромы базирования, которые готовы в Румынии, Польше и Финляндии. Вот это будет уже последнее. Вот это важнее, чем любые конфиденции. Да, я согласен с вами абсолютно. Здесь даже нечего и спорить. Хочу ещё с вами обсудить, Андрей Андреевич, вот что. Сегодня издание Бильд пишет, что Китай направил в сторону Тайвань рекордное количество истребителей. Зафиксировано 49 самолетов. Из них 35 пересекли границу и вышли в зону ПВО Тайваня. Также заявляют о 19 кораблях и 7 катерах береговой охраны КНР, которые слишком близко подошли к берегам Тайваня. У них учения. Параллельно с этим ряд СМИ пишут о том, что в начале июня Китай может захватить Тайвань. Что намечается в этом регионе? Что пишет, извините, что Китай может захватить Тайвань? Это чушь. Любой военный эксперт вам скажет, что это невозможно. Морская операция высадки такого масштаба невозможна. Товарищ Си растоптал все заветы Дэн Сапина и бедил китайскую элиту к всем традициям дать ему третий срок правления, обещав им Тайвань. Назначи мне на третий срок, я вам верну Тайвань. Как вам собирался вернуть Тайвань? Очень просто. Он подтолкнул Путина к войне в Украине и подтолкнул Иран к атаке на Израиль. Он надеялся, что либо Путин введет Украину, либо Иран в своем террористическом проксе Израиль. И это станет чудовищным моральным унижением и поражением Соединенных Штатов. Соединенные Штаты практически выйдут с мировой лены. И в такой ситуации, конечно, тайваньцы сами сдадут ключи от Остана, когда будет понятно, что американцы настолько ничтожны, что на их глазах были растоптаны два свободного государства. Но это не произошло. Это не произошло. И Си понял, так же, как Путин понял, что провалил... У Путина был единственное оружие ядерный шантаж, а у Си было единственное оружие низкой атакации Америки. И то, и другое провалилось. Остались только такие упражнения металлические. Вот сейчас пытаются что-то доказать. Но это еще из серии знаменитых китайских предупреждений 50-60-х годов. Я забыл, кстати, еще обсудить с вами одну важнейшую тему. Дело в том, что министр обороны Великобритании господин Шепц на Медни заявил о том, что Китай поставляет или собирается поставлять смертоносное летальное оружие Российской Федерации. И в Белом доме сказали, что мы пока не располагаем такой информацией. А китайцы ответили очень просто. Они не подтвердили и не опровергли заявление министра обороны, а просто свалили на него ответственность за Стамбул 22-го года. Что, мол, Британия виновна и ответственна за то, что эти переговоры с Россией провалились. Но если это так, если действительно Китай поставляет России оружие, тогда должна быть какая-то реакция. Я не знаю. Еще раз повторю. Ну, во-первых, Китай, безусловно, должен... Китай оглядывается на отношения с Соединенным Штатами. За два года вот это противостояние резко уменьшилось американских инвестиций, что не менее важно американских технологий в китайскую экономику. И это резко по ней ударило. Я не верю, что он может пойти на масштабные поставки оружия. Но, конечно, он помогает поддерживать на плаву Россию, привязывая ее к себе еще больше для того, чтобы после ее неизбежного поражения уже спокойно полностью освоить эти свои исконные территории от Владивостока до Байкана и всю Восточную Сибирь. Но еще раз повторю, есть прекрасное решение. Оно лежит на поверхности всех этих проблем. Это последняя... Стирается последняя красная линия, дурацкая. Только украинские пилоты за штурмами самолета. И появляются 200 самолетов в небе Украины. Все кончается очень быстро. Я очень сильно хочу верить в такой сценарий, но сейчас я понимаю, что, наверное, Андрей Андреевич, это невозможно. Потому что если с таким трудом убеждают Байдена позволить бить американским оружием по России, если с таким трудом убеждают Байдена закрыть, ну и Байдена и других лидеров НАТО, закрыть западную часть Украины самолетами, системой ПВО, и пока нет прогресса, то, ну вот, боже, большое количество самолетов еще и с иностранными пилотами пока фантастически выглядит. Но очень приятно думать об этом. Нет, ну вы же видите, что весь дискурс, все нарративы западной движутся именно в этом направлении. Абсолютно согласен, да. И показывайте почаще украинским зрителям вот выступление Маккола 22 мая с Блинкиным и выступление на Тракрузе с тем же Блинкиным 23 мая. Это очень много расскажет о состоянии в Америке и поможет понять складывающиеся отношения сил. Вам большое спасибо за этот эфир и огромный привет от нашей аудитории. Спасибо. Наши передачи будут все более и более интересными и духоподъемными. Редактор субтитров А.Семкин